Всем привет! С вами Юра Кураш, мы продолжаем проходить по Finder Kingmaker. Ну, и как вы помните, в прошлый раз мы с вами помогли племени ящуров. Оу! И у нас, у бедной девчули, у Валерии не было ничего к защите природной. Ммм, вот это поворот. Ну, поскольку она у нас танк, ей защита нужна максимальная. Хотя у нас уже у всех... О, смотрите-ка, прямо у нас стрит. 21, 20, 19, 18, 17. Так вот, обратите внимание, что мы с вами нашли. Усмиренный гром, трезубец, урон, 3,15, колющий усиление грозовой. И этот грозовой трезубец позволяет своему владельцу один раз в день творить заклинание удар молнии, как заклинатель десятого мать его уровня. Чпоник, смотрите. Урон, 3,12, 1,10, плюс 2. А куда трезубец делся? Эй, алло. А что за... А, 1,2,10, плюс 2, режущий. Черт, да, 3,12. Я читаю, мне кубики ближе, на самом деле. 4,16. О, ништяк. Ладно. Ну и мы вроде как собирались в этом эпизоде что-то попытаться сделать. Давайте что-нибудь попытаемся сделать. Ну и я думаю, что неплохой идеи в целом. А, во, логово Ходега. Мы можем попытаться туда пройти, но давайте начнем с того, что отдохнем. Потому как все чертовски устали, наверное. Хотя, блин, было бы круто сейчас сгонять в город. Там узнать у мамаши, что она хотела. Но, с другой стороны, Ходег уже к нам ближе, чем наш домик. Поэтому пока что... А, вот сюда мы как-нибудь можем. Мы, наверное, вот так вот можем перебраться туда. Вашне Мерцающего Озера. А что там, кстати, происходит? Что-то пристальное и недоброжелательное внимание. Бррр. Троллиная прогалина. Хм. А, можно подстеречь монстров. Мм. Это продолжение, видимо, ну, точнее, часть квеста по поиску троллей. Мм. А хотим ли мы вообще заниматься этим сейчас? Честно говоря, не очень. Наверное, попробуем Ходега все же отходогать. Я вот здесь сохранюсь. На случай, если Ходег просто нас будет за один удар прибивать. И, ну, смысла там пытаться даже вообще никакого не будет. О, как мы хорошо едем. Соседнее село на дискотеку. Со своей фонотекой. Да, давайте отдохнем. Потому что, вот теперь, кстати, есть смысл. Наверное, сладкие лепешеньки. Че они дают? Плюс 5 к скорости передвижения. Ахагис плюс 1 к карсенсу по сброскам. Это интереснее. Так вот. Перед логовым Ходега, естественно, есть смысл полностью восстановиться. Чтобы какие-то силы иметь. Ну, окей. Пробуем. Хм. Ну, и естественно. А Мири будет кричать, ай-яй-яй, не надо убить его самой. Эм, нет. Мы ей это сделать не позволим, естественно, потому что... Нефиг. О, вот оно. То, что надо. Я эту ящерицу сейчас на ремни порежу. Смотри, и не лезь мне под руку. Как обычно, пойдешь одна. А то. А Мири выпячивает грудь. Предвкушая драку. Я позову, если понадобишься. В бой. А Мири с военственным кличем бросается на монстра. Эй-эй, ты куда, девчуля, Джан? Тихо-тихо-тихо. Теперь мы вот так вот все резко меняемся. И на вот этот вот свирепый ходах побежит вперед Валерий. А наш персонаж тем временем начнет исполнять какую-нибудь хорошенькую песню. А Мири назад чуть-чуть. Ригангар врубит свою эту шляпу. Давайте еще, наверное, призовем Ски-пу-пу-пу-варанчика. А, Валерий, что я хотел? А так с разбегом. Вот. Теперь веселье началось. Здесь мы будем варварствовать. Я надеюсь, что мы его сейчас распягачить сумеем. Хм, не такой уж он, кстати, пока что и свиреп. О, у него половина жизни осталась или что? Все? Ха, еще одного ложили. Амири пинает тушь монстра и гордо выпячивает грудь. А ты же понимаешь, что ты вовсе не обязана мне ничего доказывать? Я и так понимаю, что ты сильный и смелый. А мне положить на обязанность. Мы монстра завалили. Круто же. Ты не ранена? Царапины. Отмахиваются от вопроса Амири. Ну, мои шрамы будут. Круто же. Поздравляю. Ну что, готовы двигаться дальше? За новыми монстрами? Ха, я всегда готова. Да что ж ты за наркоманка такая? Шкуры не снимаются. Но зато, кажется, мы ее квест выполнили. И там зато повсюду трупики валяются. И повозочка. Повозочка лишней не будет. За нами еще варан такой бегает. Типа, блин, ну и что ты меня призвал, дядь? В повозке всякие мелкие ништяки. Тут травушка-муравушка. Все, варан нас покинул. Давайте хорошенько тут все обыщем. Потому что где-нибудь что-нибудь, да, упустим обязательно. Я думаю так, что в логове вот этого хода. Ходека. Как бы вы не звали. Ну вот, тут еще пещера. Но у нее нет входа. Видимо, мы такие около входа ему. Тип, чувак. Тут такой, ау. Ну, вышел к нам, посражались. Вот и вся любовь. Что ж, меня это радует. Поскольку мы, значит, сможем с вами теперь чистой совестью снова сходить в столицу. Там наверняка какие-нибудь квесты выполнились. Еще что-то произошло. Ну, заблудшее дитя сделалось. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Ну, и плюс посмотрим, какие у нас варианты по шопингу. Так, вроде да. Вроде мы идем с вами самым коротким путем. Хоть он и адски длинный. Вот так вот получается. А, заодно, кстати, мы наконец-то Ригангару скажем пока-пока. Кстати, давайте в эту честь откроем книгу заклинаний. И на первом уровне ей выучим... Полающие руки нафиг, цветные брызги нафиг. Вот это нафиг. А, три магических доспеха. Так, на втором уровне у нее, кстати, новые заклинания. Давайте еще один призыв чудовища. Хотя, наверное, актуальнее кислотная стрела. Потому что тролли и все дела. И на третьем уровне у нас нет ничего из любимой школы. Нам бы надо было бы что-то с этим сделать. У тебя, товарищ, все заклинания на месте? Смотрите, вот здесь есть заклинания. Раскат грома. Благословление оружия. Плюс один. Что-то... Восстановление низшее. А давайте раскат грому возьмем. Мне кажется, интересно. Получит 1 до 8 урона. Окей. Let's go. Хотелось бы уже получить еще один себе региончик. Потому как тогда и в городе мы сможем что-то построить. Ух ты, лагерь не замаскировали. Первый раз. Это она так обрадовалась от того, что мы ей квест сделали, а? Так. Путь. Путь, путь, путь. Зеленые чертоги. Туда нас приглашала нимфа, чтобы посмотреть, что же мы можем там хорошего сделать. Но ничего хорошего от этого не жди. Давайте, наверное, пока не будем отдыхать. Отдохнем уже, когда все устанут в конец. Вот когда уже истощение начинается. А вот теперь мы разобьем лагерь. Давайте. Тынч. 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 О. А, мы хагисы готовим. Э, надо это дело прекращать. Хагиса дорого стоит. А в таких вот простых брождениях, когда они, скажем так, не очень-то наполнены смыслом. Угу. Мы можем с вами даже не входить, а вот так сделать. В управление. Беспокойные земли. Возможность мы использовали. Ура. Таинственный культ. Ура. Остановили. Джейтл в ярости. Послание для правителя. Хм. Видимо, нам придется прямо сейчас заходить. А сколько тут? Пять дней. Я думаю, как раз-таки какое-то время мы с вами проведем. Что у нас, кстати, какие показатели? Магия 4. Стабильный шпионаж. Пока что-то как-то... Ну, то есть основные все показатели растут. Так. Джейтл в ярости. Хм. Мне не нравится эта история. А что у нас из проектов есть? У-у-у-у. Нам, во-первых, кстати, что там с проклятием? Я совсем забыл. Мм. Оказать поддержку казначею. Это экономику нам повысит. Ладно. Давайте начнем. Наверное, Джейтл стоит начать говорить. Пошли в зал. Эх. Послание. Посещение тронного зала. А, мы, видимо, не считается, что в город вошли, что ли? Ладно. Войдем в город. Ну и начинается. Это, кажется, Джейтл в ярости. Эноу, странствующий торговец. Перед вами на пол швыряют Эноу. Торговца полуэльфа, недавно появившегося столица. Джейтл, стоящего рядом с ним, сложно узнать. Обычно холодное и застывшее лицо немертвой эльфики сейчас пылает яростью. Несмотря на близость разояренной нежити, Эноу выглядит обеспокоенным, но не испуганным. Если мне дадут высказаться, я смогу все объяснить. — Надеюсь, что сможешь, полукровка. Иначе... — шипит Джейтл, оборачивается к вам. — Я ведь рассказывала тебе печальную историю моей смерти. Печальную, потому что я не помню, как оборвалась моя жизнь. Я брела измученное по пустошам за границами Кьонино, едва ведя дорогу. Я остановилась отдохнуть или потеряла создание, а пришла в себя уже от зова моей богини, позволившего мне вернуться из мертвых. Яд — магия болезни. Что бы ни отняло у меня жизнь, оно не оставило следов. Я полагала, что эта тайна будет мучить меня вечно. Но вот я заглянула в лакфу к этому полукровке. Соскучилась по товарам из Кьенина. И что обнаружила там? Мой собственный кинжал! Джейтл показывает вам клинок альфийской работы с щербинами на лезвиями и пустыми гнездами на месте камней, некогда укражавших рукоять. Кинжал исчез ту же ночь, когда меня настигла смерть. Как он мог оказаться у полукровки? Как кинжал попал к торговцу? Вот интересно. Дай ему высказаться, Джейтл. Гнев не поможет узнать правду. Именно поэтому Джейтл делает паузу. Уважая твою власть, я и привела этого жалкого торгаша сюда, а не вытащила из него правду сама своими методами. Полуэльф поднимается на ноги и со вздохом оправляет одежду. Благодарю за возможность высказаться вашу милость. Рассказ будет не слишком увлекательным. Уж точно не как история про пьяную регату в границах Ока-Биндега. Вчера, к северу от города, я наткнулся на мертвого кабана. Рядом не было никого, но из шеи несчастного зверя торчал кинжал. Не представляю, зачем бы владельцу оставлять его в туши. Возможно, зверь сбежал от охотника, прихватив ранившее его оружие. Так или иначе, я неосторожно решил присвоить найденный, зато подплатился. Хм. Эно, против тебя выдвинуто серьезное обвинение. Ты уверен, что больше ничего не можешь сказать в защиту? Был бы рад, но увы. В ярко-зеленых глазах полуэльфа считается спокойствием. Дохлый кабан мой единственный соратник и свидетель. Но я надеюсь на вашу справедливость, барон. Вы можете проверить мою историю и во всем разобраться. Где именно ты нашел тушу и кинжал? В окрестностях старого платана. Это дерево вам, конечно же, известно. Кабан лежал к западу, а платана, в той стороне, где протекает тернистая река. А, Джейтл, прислушайся к голосу разума. Если бы Эно был причастен к твоей смерти, он не стал бы предлагать кинжал тебе на продажу. Ваши слова определенно воздействуют на Джейтл. Она хмурится, но успокаивается. Возможно, даже логично. Нужно быть совсем никчемным дураком, чтобы допустить такое. А никчемные дураки не выживают на дороге. И все же его историю нужно проверить. Необходимо. Так или иначе, но кинжал должен привести к моему убийце. Мы займемся расследованием. Начнем с проверки истории Эннера и поисков несчастного кабана. Джейтл отвешивает изящный полупоклон. Я благодарна. Это важно для меня. А ты, полукровка, молись за наш успех. Если ты солгал, я найду способ извлечь из тебя правду. Окей. Ну, нормальный разговор, че. Ваша милость, сегодня в замок доставили письмо от Фредеру Синета, паладина из Ордена Неувядающей Розы Избрева. Похоже, господин Синет претендует на вашу соратницу. Хм. А, это опять... Подождите, а уже было это письмо? Не? Хм. Кажется, я его читал. А, или... Я его читал, и эпизод не задался. Хорошо, давайте прочитаем. Я надеюсь, что действительно не было ничего. От дорогой бумаги с вензелями едва заметно пахнет терпким приятным ароматом. Строки выведены ровным, изящным почерком, отмеченным прихотливыми завитушками. Милостливейший барон Кураж. С тяжелым сердцем пишу я эти строки, ибо причина, побудившая меня взяться за перо, скорее всего, огорчит вас. Совсем недавно до меня дошли слухи о том, что заплутавшая душа, некогда облагодельствованная милостью моей богини, нашла приют в служении вам. Я говорю о дочери одного из самых достойных и щедрых меценатов Ордена Неуедающей Розы, что некогда совершила ошибку и покинула наши ряды. Я глубоко убежден, что настало время для нее вернуться на стезю, предначертанную ей божественной волей. Мой путь лежит на запад, к месту, избранному для возведения нового храма Шеллин, который займет одна из молодых конфессий нашей церкви. Я счел необходимым немного отклониться от намеченного пути с одной целью – прибыть в ваши земли и забрать Валерий с собой. Пускай это путешествие станет очистительным паломничеством для избранницы Шеллин, чей разум затмила горячность молодости. Я прошу вас освободить Валерий от ее клятв и обязанностей перед вами, ибо судьбой ей уготовано служение той, что выше любого из нас. Направьте девушку на торговый пост, что находится на границе вашего баронства и Бревая. Там я буду ожидать ее вместе со своими соратниками. Уповаю на вашу мудрость и милосердие. С всемирным уважением и почтением, Фреда Русинт. Хм, окей. Ну, в общем-то, надо сначала спросить, что сама девчуля думает? А, Маркиза, Клорида, Делла, Фиорни, что? А где та женщина, которая просила девочку ей спасти? Кураж, Октавия, Джоби Лост, Тристиан, Кассиль, Джод Кавкин, Кэстон Гаррис. Сказите. Хорошо, давайте до сказителя дойдем. У нас есть что ему продать, как минимум. Ну и, собственно говоря, осколки. Так. Осколки, осколки, ничего. Так, а что-нибудь купят? О, медальон торого. Талдерский солдатский жетон. Эм, понятненько. Ну ладно. Давайте в город выйдем, найдем сначала тёточку. Э, нет. Или, да, давайте уже от тётки получим награду, мать её, и продолжим. Ну, меня, знаете, немножко успокаивает то, что мы нашли с вами. Это кто? Тристиан? Наверное. Пёс. Экадео. Дом. Да что ж такое-то. Хорошо, где эта женщина? Ладно, а мальчику мы поговорим в столице. Но для начала нам надо поговорить с Валерий. Приветствую. Валерий вежливо улыбается. Я надеюсь, всё в порядке? Я готов к новым приказаниям. Эм, отдаём письмо. Валерий, я получил письмо от некого Фредерова Синета. Он утверждает, что я должен освободить тебя от службы и вернуть тебя, Шеллин. Валерий смотрит на вас, не мигая. Вы видите, как темнеют её глаза, ты едва задержи моего гнева. Неужели? Дозволь взглянуть на это письмо. Ха, вот как. Всё ясно. Валерий глубоко вздыхает. Прошу прощения, Кураж. Похоже, я стала причиной для этого послания. И высшей степени неуместных требований в нём. Я знаю этого человека. Фредерер Синет, один из менторов в Ордене Неудачи Розы. Настоящий паладин Шеллин. Из тех, что упорствуют в своей правоте до последнего. Но он громче всех твердил о том, что сама Шеллин предначертала мою судьбу. Даже тогда, когда я паковал свои вещи перед отъездом. Похоже, он так и не смирился с моим уходом. Раз отыскал меня даже здесь. Но какова наглость? Вернуться на стезю предначертанную божественной волей? Уготована судьбой? С каких пор Фредеру мнит себя персональным глашатаем своей ненаглядной Шеллин? Фунцевая Валерия сама не замечает, как гневно комкает письмо в руках. Довольно. Надо положить этому конец. Если паладином Ордена Неудачи Розы нужен ещё один отказ, они его получат. Я отправляюсь к торговому посту вместе с тобой, чтобы встретиться с Фредерова. Я сложу тебе и точка. Это моё решение, я не изменю его лишь потому, что кто-то из моего прошлого считает он ночью. Значит, пора навестить Олегу и Светлану. Валерия едва заметно улыбается и кивает. Окей, спасибо за разговор, мы обязательно побеседуем ещё раз. Как пожелаешь. Валерия с достоинством кивает. Хе-хей. Тут какие-то граждане, граждане лошади. Где может быть ребёнок? Видимо, у нас начинается передача по домам. Ой. Вообще, конечно, так нормально. Как бы город, в котором... Глава города может куда угодно зайти. Блин, горожанка, горожанка, горожанин. Все они без имён. И мне очень сложно определить ту самую пострадавшую мать. В этом есть проблема. Скажем так. А что здесь? А-а-а. На камне кто-то накорябал пахабные частушки о происхождении прозвища рогача. Смешно? Окей. Так. Кстати, интересно, а мы можем вот этому сказителю вещи как бы показывать из нашего... Ну, из сундука, чтобы не таскать с собой. Я, конечно, понимаю, что они много не весят. Но сам факт того, что мы таскаем с собой дофига денег, горожанка, горожанин... Блин, а где эта тётка? Мы спасли её ребёнка. Как бы я бы хотел хоть спасибо услышать за это. Ну, было бы неплохо в целом. Ну... Чё-то не похоже. Все местные это просто какие-то горожане и горожанки. А было бы прикольно, кстати, но я так понимаю, у Октавии с Ригангаром какие-то замуты. Чтобы если они вместе в пати, они бы как-нибудь усиливались. А если раздельно, может быть, даже ослаблялись. Ну, так. О-о-о. Ну, рубин стырь спрятанный, это наш. Тут поспорить сложно. Вот мать плачущая. Как это? Как плакать, так прибегает к нам. А как сказать спасибо, так ищи её по всему этому. По всему городу. Колодец выглядит совершенно обыденно. И всё же при приближении к нему вы чувствуете странное покалывание в висках. Это как так? Это чё ж за колодец такой? Ха. Тут, кстати, какая-то магия витает, судя по всему. Окей. Где? Где эта тётка? Жрица. О, жрица, смотрите-ка. Со жрицами мы ещё не общались. Но наш персонаж и не собирается с ней общаться. Прикольно. Так. Вот такой вот у нас прекрасный, блин, город. Если чё-то надо, к вам приходят. Если получили, то гуляй, Вася. Ну, серьёзно. Ну, просто я не знаю, где она ещё может быть. Она может быть у нас, типа, в тронном зале нашем, но это очень странно. Тем более её там не было. Тут какие-то горожанки. И все лишены имени. Хорошо. Давайте посмотрим вот здесь на товары. И нажав предложить, мы можем продать всё ненужное. Я сейчас быстро скину всё-всё ненужное. Ну, и было бы неплохо, наверное, вот девчуля, у неё сейчас надето кольчужно-латный доспех плюс один. Защита десять. А вот это даёт защиту больше. Да ещё и при прочих равных получше по характеристикам. Поэтому давайте махнёмся. Сейчас на валерии эту штуку наценим. Фу, наценим, нацепим. У неё защита стала ещё выше. Плюс у неё, кажется, пенальти пропали. Нет? Хм, 25 фунтов. 50 фунтов. Оно ещё и легче заметно. Ну, а вот эту штуку мы просто продадим, судя по всему. Так. Эта штука продали. Ну, и... Блин. Горожанки нет. Такая Арсеноя. Женщина в богатых одеждах с золотым шитьём встречает вас с учтивым поклоном. На её светлом лице ярко горят глаза, цветом напоминающие расплавленное золото. Приветствую благородного правителя этих земель. Моё имя Арсеноя. Я посланница Апсаломского храма Аббата и прибыла сюда, предполагая, что жителям молодого баронства могут понадобиться услуги жреца. Хм. А мне бы пригодилась помощь жреца. Именно для этого я здесь. А, нас свиточки продают. И алмазную пыль. Нормально. Эм. Так, ну как бы это... А, просто беспалево. Эм. Э, не он? Хм. Ладно. Что вот это? Это ж не таверна, это какой-то мегагород. Правильно? Фу. Мега... Под мегагородом я поднимал общежитие. Простите. Горожанка, горожанин. Ахахаха. Где? Где нам получить нашу спасибулю? Ладно, пофиг. Пошли обратно в тронный зал. Пока мы тут тетку ищем повсюду, нам надо стороной править. Еще вот здесь давайте проверим. Может она, как благодарная дама, трется прям совсем рядом. Вот здесь, может на ярмарке что-нибудь. Все нам кланяются, все такие добрые. Горожанка. Но у мальчугана не был горожанкой. Горожанин, горожанин, горожанин. Кстати, она же была из деревни. Нежелаемое наследие. Избранница Шеллин. А, кстати, что там про... Про эту... Про древнее проклятие. 175 дней. То есть нам уже надо природу проклятия этих начинать исследовать. И, собственно говоря, как только в следующий раз, через 6 дней у нас освободится Джод Каркин, мы начнем с ним эту всю историю. Ладно. Побегали по кругу, посмотрели наш город прекрасный. И давайте все же чем-то займемся. Фух. Вы знаете, я решил в итоге так просто не сдаваться. И вот она, Джена. Едва увидев вас, крестьянка падает на колени и пытается поцеловать вам руку. Ох, ваша милость, отец наш родной. Спасли, спасли кровиночку мою, чтобы мы без вас делали. До самой смерти буду богов молить о вашем здравии. Ну вот. А теперь вернемся в тронный зал. Что ж, мы сделали Джейтл в ярости. Мы сделали послание правителя. У нас есть проклятье. Джена Танерсон. О, фигаси. А кто может это... Черт, Джод Каркин. Да что за фигня? Два дня торговое соглашение у нас будет. Вот это круто. А кто у нас, кстати, занят? Тристин. Верность и преданность. Октавия. Опустошительные набеги. А кто-нибудь другой может? Ну, ладно. И ладно. Соответственно, у нас есть проект. И проект есть. Торговое соглашение для этого нужно сделать. А оно у нас, когда будет выполнено, через два дня. Давайте подождем. Раз. Два. Отлично. У нас плюс одно очко строительства. Судя по всему. И... 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 И торговое соглашение есть еще одно. Но... 1500. А у нас есть какой-то... Постановить храм Олега. Пу, Олега. Храм Олега. Нормально. Давайте окажем поддержку казначеку. Экономика плюс 6. Это отлично. Правда, сейчас куча всякой фигни сотворится. Ну... Ух, 11 событий. Мать вашу. Окей. Магический ветер. Успех. Религия плюс 6. Тролли. Тролям надавали. Верность и предность. Не смогли. Что у нас в экономике? Ммм. Питекс. Умм. Ну, нет. Так. Опустошительные набеги. Нет, давайте начнем. Письмо из Бревая. В замке ждет послание. Загадочный сорняк. Опять. Проблема. 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 Одни проблемы. О, возможность. Две возможности. Ммм. Генерал хочет видеть нас. И дешевая слава. За скромную плату. Хе-хе. А давайте Октавия этим займется. Или она еще не доделала. А, она делает свою. Так, что у нас? Проблема. Торговые подати. Ммм. Вот с этим надо таинственный культ. Дешевая слава. Окей. С дешевой славой разделается три стен. Так. Тролли. Кассиль. Так, дальше. В проектах нам надо все-таки изучить природу проклятий на Лысом Холме. Аж 60 дней. А есть еще что? А есть природа проклятий Дженна, Лысый Холм, Дэвид Нэттл. А, ну, Лысый Холм надо изучать. Уже настало время. Так, кто-нибудь у нас еще не занят? Ммм. Ладно, пошли в тронный зал. Там, судя по всему, будет целый день приемов. Ну, началось. Пришло письмо из Бревоя по поводу торгового поста Олега. Признаюсь, леди Джаманди не была рада просьбе передать торговый пост Олега в ваше распоряжение. Алдори серьезно относится к вопросам подданства и лояльности. Но мне удалось донести вашу позицию и сгладить ситуацию. Думаю, что говорю, Алдори не требует с вас годовой налог с торгового поста Олега. Но ремонтом дороги заняться придется. Спасибо, Кессель. Кассель, мы займемся ремонтом дороги. Рад служить вашу милость. Новая дорога облегчит торговлю средством, что обернется всеобщей выгодой. Так. И, о, он телепортировался. Кассель коротко клоняется, прежде чем начать говорить. Как вы и просили, я провел ревизию наших военных сил. Итоги неутешительны, ваша милость. Необходим набор новобранцев и как можно скорее. Мы можем ввести ограничения, чтобы в ряды армии не попадали все подряд. Однако, мне кажется, что в наших условиях не стоит быть особо привередливым. Я бы рекомендовал объявить о наборе всех желающих. Я уверен, что среди ваших подданных найдется множество храбрецов, которые хотят оберегать свои земли. Ну, хорошо. Открой набор войска без ограничений. Для армии сойдут все подряд. Прекрасно, ваша милость. Я немедленно приступлю к набору солдат. Во, молодец. Что ж, кажется, на этом у нас должны все быть в пределах. Сейчас это проверим и отправимся в путь потихоньку. Так, это сделали, это сделали. Здесь кто-нибудь свободен? Нет. Здесь кто-нибудь свободен. О, Джубелос свободен. Ага. И тут эльф хочет уклоняться от уплаты податей. А если мы провалимся, что будет? Пу-пу-пу-пу-пу. Экономика-то у нас неплохая. Рост ранга. Оказать поддержку генералу. Но это пока нет. Экономика. Пополнение армии. О, вот это круто, кстати. Дорога до торгового поста Лего. У нас не хватает средств. Ммм. Блин. Обидно. А что это даст? Ну, это мы еще успеем. Торговое соглашение. Вот это дороговато. Восстановить храм оленя. Разорить храм оленя. Пополнение армии. Ладно, тогда давайте вот здесь есть у нас какая-то проблема. Полуэльф коварный. Начнем разбираться с ним. Гадкий слух. Все, все, по-моему, при делах, да? Октавия при деле. Тристиан. Знаете, посмотрим, что у нас запущено. Октавия, Тристиан, Кассель, Джубилост и Джод Кавкен. Джод, конечно, долго придется разбираться. Окей. Ну, и знаете что? Пожалуй, на этом мы наш этот эпизод и закончим. А следующий эпизод начнем уже прямо сразу за городом. В надежде что-то исправить, что-то улучшить. В общем-то, квестов у нас полно. Нам бы вот уровень получить. И тогда мы сможем, наверное, с троллями разобраться. Кстати, я вот смотрю в экране персонажа. Мы с вами от нейтрального доброго... А, мы были хаотичным добрым. Мы плавно ползем к нейтральному доброму. Ну, окей. Все-таки... Все-таки так. Ладно. Тем временем, спасибо Максиму Вавайвову. Спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну, и вам всем, конечно же, огромное спасибо. Все. Эпизоду этому конец. А с вами увидимся через пару дней. Счастливо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!